Ну шо, як настрой? Это секреты команды. Это тупая рыбалка, но рыбы очень мало. Вот её тупо нету практически, поэтому надо собрать там-там-там-там-там-там-там. Будем стараться и ещё раз стараться, а там, быть может, там удача. Так, шнель-шнель-шнель, что у нас три минуты на совещание. Вот это важное правило, пока клюёт, мы просто ловим до победного. Пусть у нас всё получится! Погнали! Не хвостали узкие, перша миссия! Молодцы! Рыбаловный привет! Мы на Русановском канале. Стартуют тренировки к чемпионату Киевской области по фидеру. Команда НХНЧ и НХНЧ-2 тренируются. Сегодня первый день, знакомство с водоёмом, вспоминание того, как разложить свою платформу и снасти. Посмотрим, что из этого будет. С вас лайки, а мы начинаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Он с вечера немного устал, очень качественно тренировался чистить сектор. Дома мы решили закрепить это занятие, он в огороде вычищал траву, кидал косу. И на утро у него слишком сильно болят руки, поэтому он отдыхает. Ищерпывающий ответ. Я вас приветствую, друзья, на серебровочном тренировании чемпионата Киевской области с федерного сбора. Давайте приветствуем. Б2, Б3 и 16, С5, С6. Тяжелейшая рыбалка у ловы. 200-400-500 граммов за 2 часа. Ну, за 2, а за 1,5. Вот это говорит о том, что рыбы мало, прессинг увеличивается. Завтра будет очень тяжело. Каждая маленькая рыба на вес золота. Кому повезет, у кого клюнет большой, по меркам Росановского канала бонус, 200-200-300 грамм. А тут будет уже иметь нереальное преимущество перед остальными. Ну, а мы настроены, готовы, жаждем борьбы, жаждем участия. Поддержите команду НХНЧ лайками, комментариями бодрящими. Ну, а лучший лозунг и подбодривающий комментарий от нас получат приз. Какой, узнаете в следующих видео, поэтому не скупитесь на комментарии. Дмитрий Барсук вооружен и предельно опасен. После первого тура Дмитрий покупает всем мороженое. А это значит, что чуть-чуть не разобрался, да? Не разобрался, это очень интимистично. И очень нежно. Но сейчас все будет иначе, правда? Кто будет покупать мороженое в этот раз? Ну, я, конечно, к Юре. Ох, Юра, все понятно. Пусть тогда он сходит хорошо в туалет. Если стоп-дюрмой, станцуем. Леша, стоп-дюрмой заказывал, мы всех тормой. Спор, кто меньше всех поймал, тот покупает мороженое. Вася, я, если что, Максанди с двойным шоколадом в вафельном стаканчике. Игорь, что ты знал. У меня будет стима, чтобы его не покупать. Потому что, пацаны, стаканчики будут обычные, это я расслабленный. А за Максанди, я не знаю, придется побороться. Скажи, что-нибудь на немецком. Как обычно. Ого. Так, вес в ванне. У нас в этом нормально нога. Нормально. Это с ведром. 800, да. 830, 330. Так, влажим. Диму. Какая чихонь. Да, да, там чихонь. Как вся моя рыба. Да? Да, Дима, так начнешь, что моя просто. Две чихонь. Два семьсот. 725. 225, а вы что? Да. После тренировок я мою катушки. Этого я не делал уже года два. Ой, напомню, запрещено заезжать сюда. Раньше было намного проще. Можно было заехать на машине, выгрузиться цивилизованно и уехать. Но местным жителям это не нравится. Отчасти согласен парковая зона. Поэтому мы, спортсмены, обзавелись тележками. Но кто обзавелся, я еще не успел, но судя по всему, скоро тоже она у меня появится. И будем вот таким образом прекрасным, чудным катать наши снасти. Первые 10 хвилин чихонь не было совсем. Потом я перейшов на 25 метров. У меня там хорошо стала плотва. И при том, где-то были только 30 грамм. Я положил 30 хвилин, у меня хорошо клювало. То есть я за 30 хвилин штук 10 зловил. Реально штук 10 зловил. Потом я перейшов на клейку. У меня жесткая цепа. Ну, все не цепа, а все дно сияно этой кропивою. И ты каждый запрос тупо вытягиваешь, цепляешься. И вот типа переходить, переходить, переходить. Это тупая рыбалка, но рыбы очень мало. Вот ее тупо нету практически. Поэтому надо собрать там, 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 там. Как-то так. Такое вот у нас перед соревнованиями. Влага ненадолго. Добрый ранок. Мы живи. Я живи. Подготовка полным входом. Юра уже что-то сверла. 0,5 на... Это какую? Это на такую, да? Да, на одну. Держи. Так, за водой. Кто-то может сходить за водой. Много-много ее надо. Так, мне нужна банка. В порядок? За три банка. Все, я говорю, разучились, уже готовятся. Думаю, там, по пять дней подряд, все хорошо. А тут два дня все уже как больные. Хоп. Хоп. Давай, Андрюхин. Хорош? Заливаем, Андрюхин, что делать? Я думаю, что... Да, 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 да. А надо, да? Я тебе дам. Надо, чтобы 6.30 быть уже внизу? Не обязательно. В 6.30 надо, чтобы кто-то отжеребился, а мы себе подъедем, как подъедем. Как предъявлять прикормку? Все надо туда, вовнутрь засыпать? Не обязательно. Все в банках мерных. А что у нас? В банках два литра. Так, шнель, 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 шнель. Игоренчик, проверь, пожалуйста. У нас три минуты на совещание. Сейчас давайте все сложили. Две секунды разговариваем и вперед. 30 грамм кормушка, 2,5-3 метра поводок. Темп 30. Игоренчик, только это все в видео не войдет. По правилам нельзя трогать, важно нельзя трогать телефон. Если там в жизни на важный звонок зовете судью, при нем отвечаете, выходите за секунду. Ну, типа вообще ни к нему нельзя прикасаться. Насадки на крючке быть не должно. То есть там лучше снимите, а лучше оборвите поводок, чтобы не было. Ну вот, типа основные правила. С судьями не спорим. Если кто-то что-то там, какие-то замечания вам делает, сразу можно тренера, позовите сюда тренера, он будет разбираться. Ну, то есть вот такой подход, чтобы вас не отвлекали, не мешали и так далее. Как-то так. Все, поехали. Поехали. Я это фееричное действие засниму. Я надеюсь, что не упадет. Поедет, кипятка прям снесет с ведра. Ну, не хвостово. А ну, мы где-то же рядом. Да? Поехали. Игорёнчик. Адрюка, ваня накрыт. Так, заказывай, заказывай. Выглядит очень топорно. Стрелемно выглядит. Или ты водитель такой. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мой сектор. Еле успели. Сейчас проверка прикормки. За моей спиной уже, судя, проверяют других спортсменов. Ну, а я жду своей очереди, чтобы начинать уже промердно. Не совсем успел всё оперативно, долго очень нести вещи. Пока вот так. Ну, это ещё нехватка опыта и тренировок. Наверстаем. Умаялись нереально. Сейчас посмотрим на наш улов. У меня нет ещё ни одной фотографии. Поэтому хоть с такой рыбкой, но сделаем одну. Смотрим и выпускаем. Улов дня. Победный вес на чемпионате Киевской области. 1,4 кг. Победный вес в зоне Б. Вот такой подлещик не влетел. Несколько мордатых окунячиков. Вот. Платвичка хорошая такая, красивенная. И верховодка. Будя направлято. Ой, в общем, адская история. Пытаюсь я тянуть свои вещи на тележке. Не самое простое и приятное занятие, но это куда лучше, чем в руках. Сегодня у нас в команде единичка, двойка, шестёрка и пятёрка. Это глобально очень хороший результат. Вот мы в топ-3 с большой долей вероятности. Буквально через 15 минут начнётся собрание капитана. И мы всё узнаем. Сейчас миссия доехать до машины, выпить холодной водички, съесть мороженое. И ждать приятного вечернего сна. Что стосовно результатов, что я и продолжу. Например, в 18.00, ну потому что завтра же будет тут ноутбук, поэтому быстро себя працюешь. Не будете ждать до вечера. Например, в 18.00, побачили, от Богдана будет 18.00. В 18.30, одну, если где-то что-то прораховаться, уже себя не працюет. Так, вот так вот выглядит чистая машина к более-менее понятному туру. День соревновательный завершён, день подготовительный завершён, машина запакована. И уже, собственно, всё есть для завтрашнего тура. Мы настроены решительно. Сегодня команда ни хвоста, ни чешуи занимает промежуточное второе место. И одна команда также совсем близко к призам. Поэтому завтра мы объединим усилия, будем стараться и ещё раз стараться. А там, быть может, там улыбнётся удача. Наша песня, главное его. Доброе утро. Прикормка в нашей команде подаётся вот так. Никто не знает из спортсменов, почти никто, что в пакетах. А в пакетах магическая прикормка. Работа кипит. Хорошо, давайте разговаривать. Корм. И доложим 4-5 кормушек, желательно побольшего размера. Это типа заготовка на леса. Заготовка на леса. Вот это важное правило. Пока клюёт, мы просто ловим до победного. Потому что каждая рыба там сместилась, всё она ухит. Точно так же по верховодке. Половили, половили, закрылось. Пошли на следующую дистанцию и так далее. Сегодня надо сделать всё зависящее от вас. Потому что мы очень близко к победе. Виталий сказал, будет нас тренировать. А у Сергея Михайловича вчера был день рождения. Нам надо сделать ему хороший подарок. Пусть у нас всё получится. Пусть у нас всё получится, фаналий. Сложная рыбалка 2 дня. Все спортсмены соревновались в первую очередь с рыбой. И во вторую очередь уже друг с другом. Поскольку оптимальная тактика была очень сложной. И каждый день она корректировалась. И победить, и хорошо выступить сумели те, кто почувствовал настроение Русановского канала. Во второй же день существенно снизилась температура. Верховодка, видимо, отошла от берега. И ловля не приносила таких результатов. И победу одержали те, кто ловил кустеру, плотву, пытался ловить подлещика. Таким образом, два абсолютно разных дня. Они смешали все карты. И спортсмены, которые были убеждены, что второй тур будет победным на верховодке, оказались внизу турнирной таблицы. Сейчас я вам покажу улов, который позволил выиграть зону. Зону А во втором туре соревнований. Мне сегодня посчастливилось поймать несколько подлещиков, хорошую, достойную рыбу, с которой не стыдно сделать фоточку. Это все рыболовный спорт. Это математика, это аналитика. Рыбалка ужасная, скучная. Но, тем не менее, это рыбалка, где нужно было думать, где нужно было применять разные тактики, разные тактические ходы, постоянно изменять способы ловли, изменять дистанции. Все это позволило нашей команде победить. Безусловно, три победы в зонах во второй день говорит о том, что наша команда лучше других разобралась. Вторая команда буквально там несколько сот граммов не дотянула до бронзы. Но это, опять же, рыболовный спорт. Каждый сделал какие-то ошибки, у кого-то упала рыбка. Ну что, вот такой вот улов. Сейчас покажу вам подлещиков, которые заставили прямо аж понервничать. Густирка такая хорошая. Два с половиной килограмма, отличный вес, хороший улов. Тончайшие поводки о секретах, которые позволили нам завоевать победу. Я расскажу дальше. А сейчас мы делаем несколько фото и на награждение. Какая-то часть рыбы непременно погибнет. Такая у нее судьба. Это все-таки стрессовая история. Но именно поэтому мы заребляем водоемы Украины. Наш рыболовный клуб способствует восстановлению. Хоть мы спортсмены, забираем очень мало рыбы. Все равно мы считаем своим долгом их, эти запасы рыбы не восстанавливаются. Сейчас мы начнем на церемонии награждения, оголошения результатов награждения. Открытого чемпионата Киевской области зі спортивной ловли рыбы. Давайте приветствуем один. Третье место. Сума мест. Три. Балев. 3839. Команда. Нихвоста не лузки. Сергей, Анко, Игорь. Третье место. Сума мест. Два. Балев. 4070 висит. Команда. Нихвоста не лузки. Страшный алксей. Так, сума мест 22. Балев. 14 195. Нихвоста не лузки. Перше место. Доброе. Доброе. Мене переповнює гордість, що учасники клубу «Ценхенел» тріумфували на турнірі відкритий чемпіонат Киевської области. Як вам це вдалося розказати? І в чому запорука успіх? Мабуть, в тренуванні ні. Саме перше, що я вважаю, це бажання. Якщо немає бажання, навіть якщо немає якогось навичка. Тренуватися можна безкінечно, це на мою думку. Можна робити все, що заводно. Саме перше – це мотивація. Має бути у людини мотивація. А далі все буде. Якщо людина замотивована, якщо в неї бажання, знайдеться гурт, знайдеться люди, знайдеться час. Знайдеться все. Всі ресурси для того. От скажіть, яка у вас мотивація? Хочеться, щоб розвиття було. Хотілося б більше уделяти часу при можливості відрабатувати, вырабатувати якісь стратегії, взаємопонимання в колективі. І щоб хоча б якийсь був рівень, щоб всі однаково виступали. Тренировка, опит і так далі. Я хочу подякувати гурту НХНЛ за те, що в нас є можливість змагатися між собою. Таких там змагань по 10 людей. Це марафони. Ну так, це марафони. Помімо клубу можна і з сім'ями зустрічаємся. І взагалі, ну как би дружеска атмосфера, дуже дуже добре все. Главное – не бояться, навіть з мінімальним комплектом снаряження, і йти. Це можна нашого Сашка, наприклад, поставити. Минімальний комплект і людина… Не, у нього вже є задаток. Даже на простому стульчикі можна посидеть, провести приятне время на природі. І наказати остальні. Посмотрите, як висупають, може, більше розвиті, і чому-то навчиться, не бояться подійти, спросити, ну і як би розвиватися далі в нашому клубі. Ванюшек, смотри, рибалка зрозуміла, все очевидно. Ванюшек, з чотирьох чоловік три виграли зону. Давай, ну от скажи, от я рука… Вчора, от я вчора бігав по зонам, я не бігав по зонам, я закинулся на 35, я ловив тупо весь тур на 35. Тому що, коли я хотів перейти, мені ніхто не підказав, що перейди, спробуй. І мене знову щось клюнуло, я думаю, та ладно, не перейду, буду до лови. А сьогодні, у мене тільки такий втик був, три-чотири, ну, цих. І я такий, хоп, на цей, ну, на сорок з чимось. Хоп, одразу покльовка. Пару рибів витягую, і там нема. Перехожу на ближчий. Я тупо, я крім клеєку тільки не переходив. Ну, бо я куди не перейду, у мене на візі клює. Притом з першого, з другого. Тоже саме. Так ти бігав по дистанціях. На трьох дистанціях? Я ось таку, по очі, і туди. Так вот, я дупля не нарядав, що не так. Більшої риби не було. У мене просто рукава длинні, у мене крючки рукава застріляли. Ні, я даже нигде не цеплялся, нічого. Я дуже рад, що ми приняли рішення участвувати двома командами. Тому що дуже важливо було, щоб всі поливили, вспомнили, как це тяжело. Щоб ми готовились в такому ключі далі. Понятно, на чемпіонат України у нас буде одна команда. Куди ми візьмем сильний тренерський штаб. Ще буде Кубок України? Ще Кубок України буде, Ігорюнчик. Ще Кубок Київської області буде. Ой, Кубок Київської області. І Київської області. Кубок друзів. Харшо, що у нас все получилось. Але важливо розуміти. До міждународного уровня нам ще дуже далеко. Нашій команда. До высоких. А що воно там міждународному уровню? Там забрали карти. Що думаєш, що зря на карти постоянно їжджу. Я на флэт часто ходить. А я на флэт часто ходив, а потом ще думав. Ну, надо хоть шо там спрямлять. Судя по тому, как ты ловиш на флэт. Судя гоначил. Очень важно признавать свои ошибки. Вот я много сделал ошибок сегодня. Ну, таких незначительных. Давай так, у меня все ошибки, кроме правильных действий не было. И можно понять, что можно делать не так. Я вот кайфанул не от рыбалки. От рыбалки здесь кайфануть тяжело. Я кайфанул, что мы встретились. Мы начали этот процесс подготовки. И мы его будем продолжать. Результатом доволен? Сегодняшним да. Вчорашним? Вчорашний день. В общем? Да. Из-за того, что я не вовремя, никто не подсказал, что можно перейти, я тупо зациклився на один дистанции. А что зациклився? Потому что у меня типа аля клювало. А особенно, когда на фоне суседей ты понимаешь, что ты их облавливаешь, то я понимал, что у меня все хорошо. Я понимал, что... Я бачил, что Никита сидит на уклейке, что они ловят. Я хотел туда перейти. Но я туда не переходил. Я хотел туда перейти, когда у меня будет провал. Но я понимал, что провал — это 10 забросов, полчаса, час, а не 10 минут. И целый день по чуть-чуть я тягал, тягал, тягал. Но глобально хорошо не было в клюва. То есть глобально я постоянно что-то менял, постоянно добавками грався, постоянно поводками грався. Я всем грався, кроме дистанции. Вот я не подумал, что надо, блин... Нет, я думал про это. Но меня никто не тугнул. Нет, просто рибы очень мало. И, враховывая кількість людей, она была реально там обмежена. Обмежена кількість на точке. Вот ты вылавливал активно, потом она так вот смотрела на твои гачоки. И в этот час нужно было менять точку. Ты меняешь, ловишь несколько свежих рыб, Я уже по няпам. И я отлично... Багатьом не было. Участникам багатьом. Далеко не все так... Потому что они первый раз так не ловили. Вчора все зрозумели, что нужно ловить верховодку. А сегодня она не ловилась. Вы же все поняли, что ловили верховодку, потому что всех сбил с поделикой. И кто лил клейку, все пролетели. Комбинована складная тактика. Вступайте в рыболовный клуб, ни хвоста не узкий. И там Ваня вас нарчит ловит и флетом. Как минимум да. Как максимум не. Минимальный результат после моих тренировок вы точно получите. Хорошо, а ты говорил людям занимайтесь спортом. А зачем? Чтобы вот эту штучку вывезли. А давай скажем так по-честному. Сколько нам эта штучка каждому обошлась? Давай так посчитаем. Вот так вот. В математике. Взнос 1000 гривен. Плюс. Ну я думаю, минимум от пятерки. Да. Минимум. Да. 5000 гривен, друзья, вот эта вот медаль стоит. И когда вы спрашиваете, а чего в рыболовный клуб НХНЧ вступить так дорого 200 гривен в год, для того, чтобы вам рассказывать, как вот эти медали завоевывать, как рыбу ловить огромную, мы тратим такие вот суммы денег, а 200 гривен в год для участия это вообще ничего. Поэтому, если у вас есть возможность, покупайте вип-пакет за 5000 гривен. Правильно сказал? Правильно. Супер. Ванюшек, ты отвечаешь у нас за животные компоненты. Правильно? Животные компоненты НХНЧ, как тебе вообще? Ты знаешь? Очень прекрасно. Вот я могу заметить, знаешь что? Да. Вот я себе как-то заказал там 2 килограмма, и он месяц у меня тупал в холодильнике, как новый. А ты троган им ловить? Не кранить холодильник. Слушай, ловить то понятно, а хранить он должен не портиться. Должен не портиться. И у нас, почему мы выиграли эти соревнования? Потому что у нас червячки заряжены на клев и на удачу. Правильно, Игорюнь? На удачу. На удачу. Алексей, а что вы расскажете? Я расскажу вам, что я в целом доволен. Как оно быть вторым? Мне так все равно, Ванюшек, не поверишь. Вторым с двумя одиницами. Нет. Каждый из нас должен быть доволен, когда он сделал все от него зависящее. Вот я в первом туре выиграл сложнейшую зону. Не было рыбы вообще. Вот плохо было, паскудно, не клевало. Это верховодка. Мелкая плотвичка. Один вот такой подлещик. Кило четыреста и единичка в зоне. Сегодня паскуднейшая зона. Но мы как-то скорректировали, подкорректировали. Два стены килограмма. Отрыв килограмм даже больше от второго места. Килограмм? Да. Ого. Да. Поэтому на такой рыбе можно было поймать больше. Ну да, граммов на триста, наверное, на четыреста можно было поймать больше. Ну я тут скажу, что много бонусов вы решили ситуацию сегодня. Так не только сегодня, глобально они решают. Но наш командный результат, он показывает закономерность плановой подготовки. Мы старались, мы готовились, мы тренировались, мы обсуждали, корректировали тактики, вязали отечественные поводки. И кучу... Скинь ты не дашь эти крючки с дому, все равно их ты хватаешь. Не хватает, да. Поэтому, друзья, мы отдыхать. Мы в лучах триумфа славы чемпионата Киевской области. Шучу, конечно. Для нас это небольшой еще шажок к тренировке, к следующей, к чемпионату Кубка Украины. Будем готовиться, будем развивать наши умения, будем подтягивать новых молодых ребят. Скоро у нас в команде будет новый человек, Игорюнчик, для конкуренции и так далее. Я вас познакомлю скоро. Будет Игорюнчик плохо себя вести, поставим его в запас. Всем удачи! Снято? Да! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»